Дорогие коллеги, второй день студия retail.ru диалоги о ритейле работает на неделе российского ритейла. И у нас в гостях руководитель управления собственной торговой марки группы компании Dixie Елена Савченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Очень приятно. Елена, первый вопрос. Как за последний год изменилась ваша стратегия по производству собственной торговой марки? Как вы оцениваете изменение аудитории потребления собственной торговой марки? И что интересного происходило? Прежде всего, хочу сказать, что развитие собственных марок сети Dixie, группа компаний Dixie, уже проводит не первые годы, а более 10 лет. За последний год и последние тренды последних лет мы видим то, что интерес к собственным торговым маркам сети Dixie, да и в целом по рынку, он возрастает в наших покупателей. Мы это видим через анализ наших чеков, через анализ покупательской востребованности наших товаров под собственными марками. Оцениваем пенетрацию товаров в чеке, и пенетрация из года в год растет. Так, в каждом втором чеке, который проходит через сеть Dixie, это приобретение товаров под собственными торговыми марками. За последний год мы наблюдаем изменения некоторого покупательского спроса в сторону товаров среднего ценового сегмента. То есть у нас есть базовая линейка продукции, это товары первым делом, и есть линейка среднего ценового сегмента. Вот мы наблюдаем, что покупатель все больше оценивает и отдает свое предпочтение продукции среднего ценового сегмента, считая, что она такая же по качеству и не уступает брендам. И мы действительно в своей работе каждый день большое внимание уделяем тому, чтобы делать продукцию качественную и по самой лучшей цене. А вот чем все-таки, какими инструментами дается конкурировать с брендами в товарах среднего ценового сегмента? Ну, прежде всего, это цена на полке продукции. Несомненно, продукция под собственными торговыми марками должна быть дешевле, чем продукция и брендов. Следующий момент – это первая покупка. Следующий момент – это повторные покупки. Самое важное, чтобы люди были не разочарованы качеством продукции – это, прежде всего, эргонетическое восприятие, это и визуальное восприятие, и то удобство, которое мы стараемся дать покупателям в своей продукции, чтобы пакеты удобно открывались, чтобы упаковка была яркая, привлекательная. На нашей продукции под собственными марками стоит знак «Д», и лояльность к этой торговой марке очень велика, и мы видим постоянно повышающийся спрос, постоянные повторные покупки к этой продукции. Качество мы обеспечиваем за счет того, что у нас в компании выстроена многоуровневая система качества продукции. Что мы под этим понимаем? Прежде чем начать работу с производителем, на первом этапе мы проводим множественные дегустации в офисе, когда сравниваем продукцию разных производителей, выбираем рецептуру, сравниваем ее с аналогами, брендами, которые существуют на рынке. Затем, после выбранного продукта по качеству, по органолептике, по внешнему виду, мы уже проводим аудиты предприятий, и только те предприятия, которые прошли аудит, набрали положенное по системе количество баллов, они могут стать нашим партнером. Если такое не случилось, в таком случае мы даем корректирующее направление действия и даем возможность всем производителям улучшиться и проявить дальше себя и работать с нами под собственными марками. Это при выборе производителя, потом, когда товар уже поступает на склад, это следующий этап контроля качества продукции, и затем уже непосредственно в сети, когда мы оцениваем регулярно качество продукции посредством лабораторных исследований, которые проводят независимые лаборатории. То есть мы работаем, у нас разработана система производственного контроля качества продукции СТМ. Скажите, отличается чем-то критерий выбора производителей и поставщиков, если мы говорим о низкоценовом сегменте и среднем ценовом? Критерий выбора поставщиков на этапе дегустации, на этапе аудита, на этапе регулярной контроля продукции с полки, он аналогичен. Единственная разница это в том, что когда мы выбираем средний ценовой сегмент, мы сравниваем с бенчмарком, который существует на рынке. Если говорить о товарах первой цены, прежде всего для нас это обеспечение для покупателей безопасности, гарантированной безопасности качества продукции, представление покупателям нефальсифицированной продукции, продукция, которая соответствует всем государственным нормативам, всем нормативам федеральных законов. И здесь мы еще выбираем самый лучший товар из аналогичных представленных. В этом только разница. Все остальное идет по программе производственного контроля. Вот, допустим, ситуация. Конечно, любой поставщик, кто хочет заполучить с вами контракт, он сделает все, выполнит все возможные нормы и условия. Но как вы потом оцениваете постоянство качества, непрерывность поставок? То есть всегда же есть риск, что что-то может испортиться со временем работать с определенным поставщиком? Спасибо, это хороший вопрос, потому что действительно можно начать контракт, запустить продукцию, а потом на всем протяжении его жизненного цикла продукция может испортиться. И наша самая главная задача обеспечить регулярное постоянное качество. Что мы для этого делаем? У нас есть договорные условия, в которых прописаны все параметры качества, которые должны соблюдаться. И на основе этих прописанных параметров качества мы проводим регулярный контроль, лабораторный, органолептический. У нас проводится дегустация продукции с полки. Мы анализируем продукцию с аналогичными товарами, которые представлены в том же ценовом сегменте, в разных сетях, в разных торговых точках. И проверяем, где мы находимся с точки зрения качества. Это действительно большая работа, потому как мы должны перед покупателями быть честными. Мы должны обеспечить постоянную хорошую продукцию, потому что именно это будет залог наших хороших продаж и результата нашей деятельности. Риск с собственной торговой маркой потерять доверие покупателей, он очень огромен. Особенно, когда ты ставишь одну торговую марку на различную линейку продукции и оценив нехорошо, допустим, молоко, это может отразиться на продажах круп. И наша задача, чтобы если мы позиционируем торговую марку определенным образом, значит наша продукция должна соответствовать нашему позиционированию. Это каждодневная большая работа всей нашей компании и много служб вовлечено в это. Также мы работаем с отзывами покупателей. Это одна из наших тоже направлений деятельности. Мы получаем регулярно покупательскую обратную связь посредством телефонной горячей линии, посредством нашего электронного адреса. И оперативно, в случае возникновения какой-то проблемы, мы реагируем на это, мы начинаем разбираться на каком этапе и где возникла проблема. Это самый оперативный способ получения информации. Вот, прозвучавшие самые главные слова, доверие покупателей и качество. Вы, вас сегодня, вы вас наградили знаком качества, где вас, ваши заслуги признали участники рынка. И, ну, расскажите, что это было и за что. А второе, что, к чему больше всего проявляют доверие сами покупатели, что у них больше всего пользуется спросом из вашей продукции. Да, спасибо большое организаторам, спасибо большое компании «Росконтроль», которая наградила наши продукции под собственными торговыми марками, такой высокой наградой. Это не первое, спасибо большое, не первые наши награды. У нас и другие товары, например, в крупах, в подсолнечном масле были награждены знаком качества. И спасибо, прежде всего, нашим производителям. Потому что это высокая оценка нашего совместной работы. Мы сегодня получили награду за Тархун под маркой «Д», производитель Рудолакинский завод, расположенный во Владимирской области. С этим предприятием мы работаем два года. Я оцениваю, что это не такой большой период нашего сотрудничества пока что. Но продукция востребованная, напитки газированные под маркой «Д» и качество стабильное. Поэтому спасибо. Вот небольшой производитель, расположенный во Владимирской области и так высоко оцененного качества его продукции. Другую награду мы сегодня получили за рис под маркой «Д». Мы работаем совместно в этом проекте с компанией «Агроальянс». И вот здесь нужно подчеркнуть ценность долгосрочного сотрудничества по контрактам СТМ. Если производителям у нас складывают соотношения, когда мы можем комбинировать и совместно дать покупателям нашим хорошее качество, по замечательной цене, потому что это действительно самая лучшая цена на рынке. Производитель стабильно нам доставляет продукцию на все наши РЦ такой большой компании. В общем-то, это залог стабильного долгосрочного сотрудничества. И это важно, потому что мы тем самым несем как раз то, о чем мы с вами до этого говорили, гарантированное постоянное качество. Мы с компанией «Агроальянс» работаем уже более 8 лет и ценим это сотрудничество. И каждый раз идем вперед, добывая что-то новое покупателям или эффективно работая под собственными марками, работая с себестоимостью, работая с эффективностью. Это я имею в виду, что мы можем работать с вложением, с шоу-боксами. То есть все, что еще даст эффект для нашей работы непосредственно в магазинах нашего персонала. И, наверное, последний вопрос как раз о движении вперед. Елена, как вы видите дальнейшие шаги по развитию собственной торговой марки? Что-то, может, собираетесь новое запускать? Если говорить о развитии нашем дальнейшем, то мы по-прежнему планируем поддерживать линейку товаров первой цены, социально необходимые корзины ежедневных покупок наших покупателей, потребителей. Мы продолжаем и наш стратегический акцент развития линейки среднего ценового сегмента, товары под маркой D. В данном направлении мы еще занимаемся неким ребрендингом продукции. Мы делаем упаковку более привлекательную, учитывая потребности покупателей в разных сегментах, учитывая их спрос и эмоционально стараемся предложить качественный, хороший продукт. Если говорить о направлениях и категориях именно товарных, в которых мы сейчас сильны и в которых мы собираемся дальше развиваться, у нас очень сильны направления, такие как молочная гастроном, мясной гастроном, птица, яйцо, бакалейная группа. И дальше очень успешным был проект, в прошлом году запущен в товарах для новорожденных. Подгузники, влажные салфетки под маркой Baby Boom. Эти товары тоже были отмечены наградами на других форумах. И мы планируем, что будем развивать направление в кондитерской направлении, в нон-фуде, в средствах для стирки, в бытовой химии. И на сегодняшний день доля в обороте продукции STM составляет 17,5%. И мы ее планируем наращивать. И собственные марки – это наша дифференциация, это наша сильная сторона для покупателей и в конкурентной борьбе. И, в общем-то, благодаря слаженной, хорошей работе команды, я считаю, что мы достигнем этих целей. Редактор субтитров А.Семкин